ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сотрудники Министерства здравоохранения и народонаселения взяли образцы крови у инфицированных людей. Специалисты проверяют, могла ли инфекция распространиться через укусы комаров или питьевую воду, пока результатов исследования нет. В госоргане заверили, что следят за жалобами местных жителей, работают несколько медицинских бригад, также в деревне будут распылять пестициды. Местные жители говорят, что отдельные случаи наблюдались с апреля прошлого года, но массовый характер инфекция приобрела в последние несколько дней. Некоторые СМИ предполагают, что в Египте произошла вспышка лихорадки деньги. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В МЭЭ входит 31 государство, в их числе Япония, США, Великобритания, ряд членов Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию, а также Австралия и Новая Зеландия, Канада, Южная Корея, Мексика, Швейцария и Турция. У стран ЕС уже есть свои цели по запасам природного газа, однако общемировых требований сейчас не существует, отмечает Блумберг. Хранение газа в течение долгого срока может оказаться затруднительным для стран Азии, в особенности Японии и Южной Кореи. Они обычно хранят топливо в виде сжиженного природного газа, который со временем испаряется. В 2022 году мировые цены на газ, особенно в Европе, выросли до рекордных уровней из-за сильного сокращения объемов импорта из России. После они стабилизировались, но в июне 2023 года вновь выросли. Сначала из-за временной приостановки нескольких газовых предприятий в Норвегии, затем на фоне ожиданий закрытия Нидерландами крупнейшего в ЕС месторождения газа рядом с городом Гронингеном. В этом году в северные регионы Казахстана переехало больше 4000 человек, передает Казинформ. В ближайшие три года в агропромышленном комплексе будет создано более 20 тысяч рабочих мест для иммигрантов, рассказал премьер-министр страны Алихан Смаилов. В рамках дорожной карты развития агропромышленного комплекса до 2026 года планируется реализовать 530 инвестиционных проектов с созданием 20 200 рабочих мест в агропромышленном комплексе в регионах, принимающих переселенцев, заявил глава правительства. По его словам, в рамках программы добровольного переселения уже реализовано множество мероприятий. Например, если в 2023 году планируется переселить 8652 человека, то по состоянию на 1 июля текущего года этот план выполнен на 48%. В северные регионы переехали больше 4000 человек. По поручению главы государства в прошлом году была принята новая концепция миграционной политики на 2023-2027 годы. Одним из ее направлений стало стимулирование внутренней мобильности казахстанцев, чтобы сбалансировать демографический дисбаланс. Французам будут платить за ремонт одежды и обуви. Компенсацию расходов можно будет получить от государства уже в октябре. За ремонт в обувной мастерской будут выплачивать до 7 евро, в ателье от 10 до 25 евро, пишет сортера Парис. Власти Франции рассчитывают, что таким образом меньше одежды будет попадать на свалки. По подсчетам французы ежегодно выбрасывают около 500 тысяч тонн ношенных вещей. Эта мера является частью более широкой реформы текстильной промышленности, направленной на поддержку повторного использования и переработки. В 2022 году на французский рынок поступило 3,3 миллиарда предметов одежды, что способствовало загрязнению окружающей среды. Во Франции уже активно работают над тем, чтобы сократить излишнее потребление. Например, там приняли закон, запрещающий производителям дизайнерской одежды, аксессуаров, косметики и электроники выбрасывать или сжигать нераспроданные товары. Кроме того, французы получают компенсацию за ремонт старой техники.